всех приветствую вы находитесь на канале который посвящен плавающим вездеходом лесник андрей иванов меня зовут сегодня мы с вами поговорим о нашей работе сегодня мы снимаем для вас видео но немножко не в обычном формате вы нас совершенно справедливо упрекаете в том что мы не снимаем больших объемных красивых классных кино ну не хочу оправдываться на самом деле это так сейчас лето время отпусков на улице жарко особо сильно каких-то задач для вездеходов у нас пока до осени не предвидится осенью обязательно мы вернемся к полномасштабным фильмам но мы экспериментируем мы уже давно снимаем вот этот вот современный модный тренд короткие видео так называемые видео шорт понятно что кому-то они не нравятся но очень многим людям они нравятся говоря современным языком заходят мы стараемся на них показывать жизнь нашего предприятия какие-то интересные моменты опять же экспериментируем с монтажом в том числе и с музыкой которой тоже не всем нравится мы прислушиваемся стараемся что-то изменять читаем все ваши комментарии и это наше новое направление на ютюбе мы будем продолжать также мы решили вам предложить еще один очень интересный формат так сказать расширить наше с вами общение на просторе ютюба и хотим предложить вам некое интерактивное общение через наш канал на ютюбе в каком формате мы хотим это сделать вы нам задаете вопросы вот прямо под этим видео вы задаете вопросы которые касаются не важно меня лично каких-то наших отдельных сотрудников отдельных специальностей вездеходов наших каких-то технических вопросов технических моментов задаете в комментариях свой вопрос те вопросы которые будут набирать большое количество лайков мы будем записывать видео в котором я лично буду подробно на каждый вопрос отвечать если этот вопрос будет требовать какой-то подсъемки какого-то разъяснения будем это делать и соответственно опять же комментариях к тому следующему видео какие вопросы вы будете задавать мы будем снимать следующие видео это такой эксперимент попробуем поснимаем посмотрим что получится если это зайдет говоря современным молодежным языком будем это делать ну а сегодня чтобы нам не ограничиться только анонсом вот этого нашего нового проекта который касается ну назовем так его вопросы ответы мы поговорим немножко о том как мы переживаем сейчас вот эти вот тяжелые времена связанные с приобретением импортных комплектующих параллельный импорт сейчас в двух словах немножко вам про это расскажем тем более сегодня у нас пришла очередная поставка японских дизельных двигателей кубота вот пойдемте сейчас вам все это покажем и расскажем самой большой проблемой в нынешних реалиях для нас стало приобретение японских дизельных двигателей кубота дистрибьюторство официальная по ним прекратилась но как говорят свято место пусто не бывает и фирма динокор силовые технологии которая была официальным дистрибьютором сумела подобрать аналог естественно это уже китайский аналог но нужно отметить что это очень хороший достойный заменитель дизельные двигатели рейвин которые имеют тот же самый объем 2 2 и 4 литра и они еще даже немножко чуть-чуть по лошадиным силам помощнее ну что можно сказать моторы хорошие проверенные их на самом деле уже несколько лет используют в россии для установки на спецтехнику вот в дорожную технику делают с такими двигателями да конечно это не японский двигатель но есть и обратная сторона медали благодаря этому вездеход получается больше чем на полмиллиона дешевле если мы говорим вот про лесник профи на который мы устанавливаем эти моторы но нужно сказать что сложности здесь какие покупать приобретать их можно мы это делаем регулярно но на сегодняшний день это получается очень долго и очень дорого поэтому мы сохранили возможность заказать вездеход лесник профи с японским дизельным двигателем кубота если это кому-то очень принципиально важно нужно только быть готовым к тому что срок изготовления вездехода будет намного больше потому что срок ожидания поставки этих моторов в среднем два с половиной три месяца и плюс это будет дороже мы получается на сегодняшний день вот данным видео анонсируем тот факт что на лесник профи мы теперь в базовом оснащении устанавливаем двигатель рейвин это тот же самый дизельный двигатель 2 и 4 объемом но китайского производителя в качестве опции можно заказать установить все тот же старый добрый японский дизель кубота ну что на сегодня все видео получилось коротенькое новости вам рассказали анонс вопроса ответа сделали ждем от вас вот прям к этому видео вопросы которые вас интересуют готовим вам на них ответы ждем реакции лайки комментарии как говорят критику на короткие наши видосы все до встречи желаю вам удачи берегите себя а